1045 рублей за кило вафель 1045 рублей за кило вафель вафель иностранцы иностранцы всем привет с вами василий канал звали едальник и сегодня у нас вафли будем пробовать вафли разных производителей но все с одной начинкой все шоколадные для начала хочу сказать спасибо огромное моим топовым бустером деду павлу петрову юли соколовой антону мангелёву положенное вам сердечко если хотите тоже присоединиться к ним то ссылка в описании на бусте там узнаете что делать еще раз повторюсь вафли вафли с шоколадом что я знаю о вафлях детстве терпеть не мог вафли но терпеть не мог только вафлях такой вот помните такая была начинка фруктовая вот она мне совершенно не нравилось а вот сами листики нравится вот шоколадная ел с удовольствием шоколадная редко попадать сейчас шоколадных вафель завались но я все равно редко ем ну как-то вот редко у меня бывают дома печенье вафли какие-то штуки только если в гостях кого-то поэтому сегодня абсолютно непредвзятый обзор я понятия не имею что в каждом из этих пакетов яшкина по моему ел но никаких у меня впечатления ощущений воспоминания яшкина нет и отношения тоже к бренду никого нет поэтому все если собой анонимно но тем не менее говорю что нет у меня придется давайте познакомимся с кем и взвесим новая фишка на моем канале вес и вес и на канале завалиедальник поехали воздушный замок цену мы посчитали за килограмм всех вафель за пачку говорить не буду просто тут самые дешевые тут самые дорогие а вот вес это интересно заявленный вес значит у нас 200 граммов весы 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 говорят 204 но я думаю тут еще упаковочка так сприн так она есть а дальше это 300 рублей было за килограмм это уже 350 рублей за килограмм коломенская 200 тоже граммов типа мы весим так 205 пока все честные ребята все соблюдают все собственные граммовки молодцы дальше яшкина на самая известная и популярная вафли которые в каждом магазине есть 390 рублей килограмм будут стоить этим вафли вам 300 граммов заявлено граммов 300 0 0 сделай мне 0 ладно ну по 0 поехали 305 то есть они все на 5 граммов тяжелее потому что я думаю что упаковочка весь 5 граммов дальше род фронт вафли коровка вот у коровки были такие конфетки в шоколаде я это одно время очень любил 500 рублей за кило уже обойдется так то не дешевые вафельки 158 граммов при заявленных 150 все хорошо с граммовками кажется пока мы у всех все хорошо дальше тоже род фронт артек я вообще честно говоря не в курсе что такое артек но руслан сказал что это какие-то вафли связаны с кем-то ностальгическим переживаниями у некоторых людей у меня никаких воспоминаний об арт не об артеке как о лагере нет не об артеке как о вафлях нет но тем не менее говорит руслан что есть у разных производителей вафли под торговой маркой артек ну есть значит хорошо 200 граммов заявлено 209 аж граммов вес реальный все прекрасно все молодцы видите пока все зайки и дай дам им сейчас лужайку этим зайкам но чет цены дальше менять честно говоря повергли в какой-то лютый потому что если тут 300 рублей за килограмм то это стоит 1045 рублей за кило вафель 1045 рублей за кило вафель 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 как мрамерная мрамерная говядина 175 граммов упаковка должно весить 177 локий а если брать за внимание что 5 граммов и повесит упаковка у всех то у этих по ходу есть не довесит пару граммов а цена то кто делать кстати может это какая-то супер заграничная тема но вообще тут все по английским написано а это австрийские вафли ну понятно чуть-чуть и дорогие узнаем заодно стоит ли австрийские вафли своих австрийских денег и самые дорогие 1300 еще раз 1309 даже еще раз 300 1300 вот эти на тысячу рублей дороже чем вот эти за килограмм то есть за цену вот этих вафель за килограмма можно купить получается 4 килограмма вот этих это какой-то на самом деле друзья мои сделано это красота все в австрии опять-таки австрийские у нас самые дорогие вафли австрийские так 0 0 0 он не сделал 110 граммов заявленная упаковка а 109 109 его то самые дорогие вафли и иностранцы иностранцы а если учесть что у них еще есть русская контр-этикетка сверху наклеена там тоже вес увесит то знаете ли так стране у нас в вашей стране от чем в австрии у нас все четенького отсюда 9 граммов перевешивают а вот вы австрияки на деньгам австрияки ладно бомбеж на самом деле дебильный потому что 1 грамм вообще вафли 1 грамм вафли это не какого-то белого порошка дорогого и не брюль брюлянта и не золото это вафля 1 грамм вафли больше 1 грамм вафли меньше я не знаю посадили в комментариях повлияет на ваше желание купить вафли куспину или не повлияет или вам на этот грамм честно говоря похер как например похер мне ладно сейчас я уйду руслан разложить все это по тарелочкам с номерами и мы попробуем уже что это за вафли на вкус если бы я что-то бы понимал вафлях я бы наверно сразу сказал где какие вообще без разговоров что не все разные формы но я ничего не понимаю в вафлях и понятия не имею вообще даже приблизительно где какие за сколько и как бы и чего вообще происходит поэтому не думайте что я предвзят я совершенно не придет я не знаю что это за вафли вот этого что за вафли вот буду вам показывать маленькую камеру толщину слоя ночи ночи ночного ну по-моему слой как свой не знаю попробовать только вафли шоколадные мягонькие хрустящие вкусненькие я их поем потом с чаем никаких вообще претензий к этому номеру нет кроме надежды что остальные будут еще лучше и вообще будет замечательно все шоколад чувствуется хорошая отличная даже вафли но давайте удивите меня остальные вот тоже вафли как бы менее выпуклая клетка на них а в остальном разница знаете есть если в тех прям чувствуется шоколад горчинка была шоколадная это просто сладкие просто сладкие вот какая сладкая штука легкая сливочная легкая сливочная послевкусие но в целом те конечно лучше такая что лучше тут даже говорить о чем номер три маленькие тоненькие такие вот вафельки в три слоя с начинкой бледненькие ну не за меня не на вид они мне нравятся меньше чего первые две но может они вкуснее здесь лучше чувствует шоколад чем номере два но хуже чем номере один кроме того некие там никакие просто будто есть что-то мягкое с легким легким привкусом шоколада получше чем номер два но номер один по-прежнему безоговорочный фаворит когда номер один откусил думаю что я раньше вафли не ел вкусно же вот эти меня как бы убежали в том что принц может и правильно делал не то что они стрёмные какие-то противные отвратительные нет чёрт хрустит нам смысл четвертый номер очень похож на третий только вафли загорелые такие красивые и и смотреть сколько тут прям слоище какой внутри начинки слоище-то слоище а вкус и такое себе ну какие-то хочешь привкус помидоров что ли какие-то честь поход по стороне привкус странный довольно тоже почти безвкусно ну шоколад чувствуется на второе место пока хотя даже 3 не зашли короче не ладно уйдем дальше не отчаиваемся у нас еще три номера где еще шанс найти что вкусное номер пять и более квадратные кита вот с начиночкой вот так у нас дела обстоят она есть вот они как бы вкусные они сливочные они такие какие-то игровые не знаю почему это слово мне на ум пришло они прикольные но них совершенно нет шоколада вообще не чувствуешь шоколад начинка чувствуется очень хорошо начинка вкусная вафли хрустящие приятные но но они не шоколадные вообще никак я не знаю что с ними делать я поставлю второе место потому что они просто как вафли как десерт они мне нравятся но первое все равно пока вот вот первым эталонные практически не знаю кто это понятия не имею но если я захочу вафель я их возьму номер 6 руслан сказал в пачке они были поломаны тут как большой вопрос кто их поломал производитель их поломал я их поломал пока домой волок либо в магазине их поломали ну в любом случае вафли поломаны это факт но кто виной этой этой вот катастрофы непонятно пишите в комментариях комментарии вообще помогают продвижению канал поэтому я всегда рад когда их оставляете приходится выбрать а чё делать вот чё делать нам хочется вот чтобы канал продвигался выше лайк то не поставить если не напомню пока скажу ставьте лайки вы не ставите вот вот ставить цель я бы не тратил ваше время на это нытье все про подписки бусти там на которые многие из вас если многие многие из вас маль мало кто из вас подписался так скажу она говорили бы больше вот на все эти на всю эту холеру и говорю бы только о вафлях но жизнь такая мы капиталистическом обществе живем надо над денежки зарабатывать пушок канал жил я вообще с него ничего не получают никак вот ноль я только трачу так что если вы думаете что жируют на ваши деньги вот вафли и тот за свои купил она в этом случае зря купил потому что откровенная фигня со вкусом пыли вафли вафли со вкусом пыли не шоколадные не какие-то супер легкие даже второй номер лучше был как эта фигня интересно если даже если предположить что вот эти вафли там стоит за тысячу рублей а вот эти за 500 например стоит ли переплачивать аж 500 рублей чтобы поесть вафли с первого места не уверен посмотрим сколько чувствует у нас еще одни вафли остались номер семь номер семь начиночка начиночка есть начиночка вафли есть ну и пожалуй третье место ну так чтобы они шоколадные то нет но они легенькие воздушные и в принципе вкусные приятные давайте ухваткнем на третье место и вот так же у нас будет итоговое распределение давайте посмотрим кто где кто где ну вот террас неожиданно на самом деле для меня честно скажу понятия не имел где какие вафли но на будущее запомню что австрийские вафли они такие потоньше чем наши отечественные 9 больше ничем особо не отличаются пойдем с последнего места артек но я не знаю что за ностальгия такая у вас партеку по этим вафлям если она конечно есть потому что у меня меня не понравились вообще они будут реально со вкусом пыли шоколада этом не почувствовал никуда прикола в них нет как фигня на самом деле не самая дешевая кстати далеко в нашем списке пятьсот пятьдесят рублей килограмм рот фронт ну ну я не знаю мне вообще не зашли ерунда какая-то может быть они супер классические советские вот кто помнит советские вафли испытывают какую-то радость при общении с ними у меня никаких воспоминаний этих вафлях нет для меня просто невкусная херня воздушный замок ну самые дешевые вафли до предпоследнем месте но они действительно ничем особым не выдаются там не особо вкусная начинка и не особо много какая-то никакая по большей части ну а что мы хотели с другой стороны за 300 рублей за кило то пачка стоит рублей 40 по моему в общем 40 то меньше меньше 300 на 5 сколько будет 36 60 рублей стоит пачка ну короче недорогие вафли но какие претензии к недорогим вафлям не противно и против дальше есть претензии что сразу поговорим о двух местах это у нас получается математика видите чувствуете как насколько я математически подкован четвертое и пятое места австрийские вафли это ласкер и куспино короче я не не понимаю зачем платить кассаж косарь 300 за килограмм вафли до вафли по-хорошему ничем не лучше вот так чтобы в разы воздушного замка но они не противно они все не противно они все съедобные но ну шо ну как бы не знаю никого прикола в них я не вижу что прямо за них выдавать деньги дальше коломенске коломенске капричо хорошие вафли не самая лучшая как вы видите но пойдешь и добрая нежная сливочная начинка шоколад не чувствуется там вкусно второе место коровка тоже совершенно не шоколадная но приятная приятная когда у них вот такая сливочная сладенько начиночка хорошо чувствуется вот рот фронт тоже кстати умеет делать хорошо вот почему-то стесняется и первое место совершенно для меня внезапно яшкина а очень внезапно недарова не самый популярный бренд да там суть в красноярске у них лучше делать а в молдавии а не воронеж воронеж деревня богданова а почему не деревня яшкина на поле уже потребителя получается богданова на 2 и вафли назвать а судя по количеству богданов в стране раскупили бы махом яшкина почему-то только яша вообще тут яша чем он лучше богданова ну-ка а ваше хорошее но они хорошие я ничего не могу сказать про них плохого они шоколадные чеканцы хорошо они очень воздушные очень легкие ешь их с удовольствием может быть в австрийских вафлях более натуральный состав но мне честно греб совершенно насколько натуральный состав в австрийских вафлях если не стоит касать 300 за не да тут явно нет свинцом они в богданова в своем вафельки не прокатывают поэтому есть там еще одна биологическая какая-то добавка нету мне вообще плевать все эти добавки проверяются на сто раз так что может быть самое вообще не опасное что есть вообще в масках сахар попасть не будет по-хорошему на сахар есть как раз во всех вот такой обзор подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчик жмякайте бусти бусти дорогие мои сейчас вы увидите его после этих моих слов бустеров моих любим всех люблю кроме некоторых пока но вот 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 Продолжение следует...